радио 54 но из личного опыта опять же скажу каждую имея свой мотоцикл каждую весну я выезжаю либо на парковку ленты метра еще чего-то где но всегда есть там свободный угол где можно просто приехать покататься наша зазиму забываешь как есть на мотоцикле так или иначе по весне начинаешь выезжать там по часику по два приехал покрутить восьмерку змейку и все остальное то же самое на самом деле рекомендовал бы автолюбителям в плане эксплуатации автомобиля первый гололед неделя-две ну поедете на ленту на какой-то на большую стари да там где никого нет всегда можно найти там пятак метров 50 на 50 никто не говорит что там летать на скорости 150 на скорости 20-30 километров в час покрутить рулем запускать автомобиль за нас просто понять что происходит тормозить и там разгоняться с буксом понять вспомнить вот это ощущение гололеда под колесами это это недолго несколько два-три вечера по часику она вспомнит и вы вспомните что это было как-то было прошлой зимой дернуть ручник еще что-то простое без там экстремальных скоростей просто технику безопасности тормозить как понять дистанцию все и уже спокойно утром выезжать и чувствовать себя на более уверенным чем нежели там сегодня как у нас там пробки ползут 20 км в час всем страшно но если автомобиль в мороз не завелся но смысл платить 1000 рублей это гриво но мое мнение я конечно не хочу перебивать там рынок какой-то или еще что-то если это экстренная необходимость но опять же вы будете час отогревать автомобиль ну значит в чем тогда экстренность но вдруг вам понадобилось на час не завелась до обеда танцы с бубнами ахалай махалай заведись мой пепелац но не заводится не заводится оставьте вы пусть остынет ну правда там такси стоит 150 200 рублей в одну точку если это быстро но заранее закажите так на такси уйдите обратно можно ехать на транспорте слава богу наше все ходит вот если это нужно но значит с вечера ставим автомобиль куда-нибудь в теплое место там на сервис договариваемся там на мойку на какую-то теплую парковку загоните утром придите степла заведете поедете есть такое мнение что исправный автомобиль всегда заведется в любую погоду да правда нет 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 любая погода какая 42 градуса 35 градусов 32 градуса ночью даже ну половина исправных автомобилей если они простояли ночь могут не завестись может подвести аккумулятор топлива но моментов на самом деле много спасают на сегодняшний день сигнализации с прогревом но опять же их нужно по уму программировать чтобы это было там либо через какое-то определенное время нужно заранее самому это вычислять что там двигатель теплый чтоб он постоянно был но нужно не забывать что после долгих простоев на прогреве забивается глушитель и через какое-то время автомобиль может просто не завестись потому что в глушителе будет лед выхлопным глазом уходить не в горочку ставим автомобиль на хоть куда его ставьте он будет сам себя забивать потому что там по прямой грубо говоря полтора-два метра там где работает двигатель там плюс 200-300 градусов дай бог там вылетает а на конце глушителя минус 30 когда он туда погреет неизвестно только во время движения когда обороты большие то есть регулярный прогрев тоже чреват вот за регулярный прогрев если мы пользуемся им то не забываем то что автомобиле нужно поездить хотя бы там два-три часа но более-менее активно чтобы глушитель весь прогорел хотя бы это влага ушла одеялком нужно укрывать двигатель спорный момент если это вне упорная качественно хорошая дайала конечно мы об этом да в то же время нет почему не безопасно почему есть моменты первое одеяло может задавить тросики газа остальные нужно еще знать как его уложить да да то есть есть моменты попадания на глушитель то есть тут конкретно у нас на сервисе автолюбителем мы не рекомендуем укрывать дело если клиент приезжает на сервис мы дело кладем в багажник клиент самого укладывать потому что он будет вы даже не беретесь его укладывать обратно были случаи возгорания автомобилей в стране они регулярно происходят просто из-за того что мы где-то как-то либо ел некаче не люби некаче наложили поэтому сам по себе автомобиль из-за отсутствия одеяла не страдает совсем никак твой дом твоя область новосибирск 106 и 2 fm